Восиновая роща на севере Санкт-Петербурга, рядом с Приозерским шоссе, действует приход во имя святителя Василия Великого. Храм был устроен в заброшенном помещении, бывшей трансформаторной, украшен и благоустроен. И сегодня здесь совершаются таинства церкви. Звучит молитва, люди идут к покаянию. За чистой водой веры Христовой. 25 мая 2014 года в этом небольшом храме совершилась первая божественная литургия. Этот знаменательный день войдет в долгую летопись Осиновой рощи, когда-то начало возрождения исторической усадьбы, преображения этих святых мест. Все, что происходило до сегодняшнего момента, до сегодняшней литургии, первой, это чудо. Я служил в одном из храмов. После службы подходит ко мне священник и говорит, отец Анатолий, мне был голос. Вот я явно слышал голос, что отец Анатолий должен служить в Осиновой рощи. Подходит он с такими глазами изумленными. Я же знаю Осиновую рощу, там ни храма, ничего нет. А я говорю, а я знаю, там был храм. Храм святителя Василия Великого. 70 лет назад он был разрушен, к сожалению, был разрушен нашими предками. В 30-х годах и снесен до основания. Дело в том, что однажды я попал в реанимацию. И в реанимацию я познакомился с человеком, который здесь, в Осиновой рощи, обнаружил храм. Всю местность обошел. В итоге они нашли фундамент храма, вызвали археологов, зафиксировали фундамент. И они стали там молиться, поставили крест. И у них ничего не сдвигалось. А когда мы с ним в больнице были, я стал помогать общину создавать здесь. Какие документы, куда в епархию, как в ладыке написать, как чего. Я участвовал в основании прихода. Мы там сделали целый штаб в больнице, в кардиологическом отделении. А когда мы разъехались, я и забыл про все это. И вот прошло 10 лет где-то, тот человек, к сожалению, умер, который обнаружил этот храм. И дело заглохло. Я пошел к владыке митрополиту и стал проситься. Говорю, отдайте мне храм разрушенный, дайте мне. И вот с Божьей помощью владыка написал указ. И я стал здесь настоятелем храма, прихода святителя Василия Великого. Зимой мы с матушкой пришли. Один крест стоит в лесу, холод. И мы стали с ним молиться потихонечку. Один, другой человек появился. Два года мы молились, ходили туда. И в зною, и в жару, и в холод. И под дождем, и комары нас кусали. И потихоньку стала складываться община. И так изо дня в день долго молились прихожане на месте разрушенного храма у поклонного креста. Какое же было у всех горячее желание возродить прежний храм святителя Василия Великого, одного из столпов христианства, вселенского учителя церкви. Русское певучее имя – Осиновая роща. Разве не взывает сегодня к людской памяти и совести? Ныне забытый заброшенный край когда-то был цветущим. Здесь, среди зеленых холмов парка, стояла чудная усадьба Левашовых. В 90-е годы сгорел замечательный памятник русского классицизма. Уничтожен был и храм, созданный по проекту известного архитектора Харламова на средство вдовы Василия Васильевича Левашова в память своего мужа-воина, участника Отечественной войны 1812 года. Погибли основные здания ансамбля, но есть еще парк и жива потребность возродить то, что угасло, что должно воскреснуть. ...святат света, Бога истина, Бога истина, рождены, нестворены, единосуществят, свежие, абыши. Нас ради человека, нашего ради спасения, шершего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Человеческой. Я понял, что для этой местности нужен большой храм. Но это очень долго. Сбор документов, там какие-то сейчас законы принимают, не принимают. ЗРЗ, ПЗЗ, все такие страшные вещи. В итоге я нашел здесь неподалеку от будущего строительства заброшенный трансфораторный борт. Она была полностью заброшена, мусора была под потолок. Стали обустраивать это здание. Вот как видите, появились благотворители. Все, Господь посылает. Я вот сегодня служил, и я не верил, не верил. Я просто не понимал. Я как человек не понимал, как это возможно. А как священник я уже понимаю, что для Бога все возможно. А в этом месте 70 лет не звучала молитва. А я сейчас надеюсь, что наше здесь появление, начало служб, божественной литургии, оно будет способствовать тому, что люди начнут прозревать и возвращаться в углона церкви духовной. Сегодня было много детей причащающих. Полный храм. Хотя я нигде не писал объявления. И здесь практически никто не знает. Кто-то как-то сюда пришел какими-то судьбами, да? Пошел слух, друг друга стали передавать, а вы знаете. И в итоге мне было очень радостно. Потому что было опасение, что 2-3 человека и хор будет. Ну так вот, послушаем. А тут полный храм. И для первого раза это, по-моему, я очень рад. Меня переполняет радость. Я благодарен Богу, что он мне дает возможность удержаться за престол. И мне грешному, недостойному. Я буду стараться. Я уже вижу, что здесь могут быть плоды. Я вижу людей. Они добрые. Они сосковались. У них есть пустыня такая вот. Я считаюсь чуть ли не первым помощником у батюшки. Мы с ним начинали вместе с первого кирпича. Начинали с привоза кирпича. Ломали вот это здание. Делали проемы, окна, двери. Грузили и таскали. И все вместе. Я не знаю, это миссия моя, что ли. Я сам врач доктора. А вот здесь занимаюсь практически, ну, всем. Лишь бы хватило сил у батюшки. Сколько он сил отдает и энергии. Это, знаете, он просто нас вдохновляет. Я иногда, бывает, устаю. Ну, а смотрю на него, посмотришь, и вся усталость проходит. Мы, бывает, сидим с ним. Здесь уже 12 часов. Уже все закончено. А мы сидим с планами на завтра, на послезавтра. И, знаете, вот как-то вроде бы мысли такие есть. Думаешь, как их осуществить. А потом вдруг раз, и все осуществляется с Божьей помощью. И такая радость на душе. Домой бежишь с такой радостью, всем дома рассказываешь. А завтра опять что-нибудь. Один привезет вот землю. 300 машин уложены сюда, грунта. Вы бы видели сначала, что тут было. Мы этого дня, мы долго ждали. И все как-то отступал этот день. Отступал по каким-то там причинам. И тут друг батюшка мне вчера звонит. Все, получили разрешение, добро, привез мощи. Все, разрешение. В общем, радость для нас очень большая. Для всех, вы знаете, вот со всего городка у нас здесь 25 тысяч живет. В новом городке. Народ приходит, кого покрестить, кому квартиру осветить, кому машину осветить. В общем, работа предстоит, труд, вернее, предстоит очень большой и благородный. Сколько было обаяния и духовной силы в этом старинном ансамбле. Сегодня Осиновая роща не должна быть свидетельством российской разрухи. Ее славная история, героические имена, культурное и духовное значение должны воплотиться в возрождении православного храма. Вокруг устроения храма объединились многие. Своими трудами, талантами, молитвой каждый старался участвовать в созидании приходской церкви. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» Это действительно очень большой праздник. Мы долго молились, подели как к Христу, и зимой, и летом. И очень сильные морозы. Хоть пять человек, но обязательно присутствовало. Я думаю, что Господь заметил нас и решил не оставить это место без храма. Я участвовал в изготовлении, скажем так, иконостаса, какой он есть, такой временный, но он получился очень симпатичный. Иконы вешали, икрасили, икотули, и выпиливали. Что обвиняет людей в этом приходе? Наверное, общая молитва, общее желание быть с Богом. И, опять же, тепло душевное друг друга сближает, соединяет. И как-то хочется быть как бы не разрозненными человеками, а быть в общей семье. Люди по-разному относятся к церкви. Но все-таки больше и больше людей приходят в нее, и тут и остаются. И это здорово. Мне тут очень нравится, тут батюшка очень веселый, но тут очень интересно. И когда вот после причастия ты выходишь в церковь, очень радостно и весело становится. Тут красиво, очень. Тут все так весело. Мне тут понравилось. Мы стали сюда ходить. Пора молиться. Молиться за нашу Россиюшку. Каждый, чтобы отвечал за свои поступки. И тогда мы все будем лучше жить. Вера и молитва помогают преодолевать самые тяжкие испытания и решать, казалось бы, самые неразрешимые проблемы. Своей жизнеутверждающей энергией, искренностью, родением за дело Божие, Отец Анатолий вдохновляет людей. Приход растет и верит, что с Божьей помощью воплотятся все чаяния и мечты. И в Осиновой роще возрастет целый церковный ансамбль с храмами и православным центром. Явно и мне понятно, что Господь помогает и присылает людей, ангелов. Я человек большого размаха. Но я всегда замахиваюсь на большое, а что-то маленькое получается. А когда на маленькое замахиваешься, ничего не получается. Полтора гектара здесь будет земли, здесь будет храм Архангелла Михаила, малый храм в честь, приблизительное название, ориентировочное. Федора Ушакова, так правильно, так как здесь военный городок рядом, ну и военные здесь живут. В этом помещении, где этот храм, возможно будет воскресная школа или часовня останется. Еще планируется духовно-профессический центр. Это будет несколько этажей, и особенно для детей, где будет обучать ремеслом. И закон Божий. И дети, я думаю, что там будет концертный зал у нас. Вот. И, в общем, будем приобщать людей к духовности, чтобы они учились славить Бога своим трудом и молитвами. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на божественные службы в храм святителя Василия Великого, в Осиной роще. Ждем всех вас помолиться, потрудиться во славу Божию, Божию всем благословения. Спасибо всех, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова